Какая это именно его протекция? Повали. Сычев с мячом. Передачу делает на правый фланг. Самедов, естественно, подключается по этому самому флангу. Бенединов как-то лениво атаку поддерживал. А тут гол в свои ворота. В результате забивает Дарьев Шимич. В красивом прыжке подправляет мяч в дальний уголь ворота. Опытный хорватский защитник. Вот так вот Локомотив ставит в... Я даже не знаю... В неловкое положение. Оборона соперника. Дарьев Шимич в прыжке. Заряжает мяч в угол собственных ворот. Оборона Милана получается такая целиком экспериментальная у нас на сегодняшний день. Но она не экспериментальная. Они все сыгранные. Она целиком резервная. Здесь все футболисты, которые будут играть в этом сезоне. Но, скорее всего, вряд ли с первых минут. Если только травма. И вот Дарьев Шимич подтверждает. Но вообще Дарьев Шимич, конечно, сдал с тех времен. Еще когда он в свое время после триумфа на чемпионате мира 98-го года. Он был в той сборной. В сборной Хорватии. Все-таки миланцы уж больно хотят сыграть слишком красиво. Гуркув. Броки. Передача отличная. Но кто тут добежит? Да, добегает. Добегает и забивает бразилец Кака. По всей вероятности лучший футболист мира на сегодняшний день. Я не потому, что он сейчас голову забил, а просто потому, что он лучший. Забивает Кака после прекрасной передачи Сланга. Хорошая атака. Но ведь почему-то нам показывают болельщики Милана плакаты Пирла и Амбразили. Давайте посмотрим мы еще раз. Броки. Отличная передача. Перед Соли до мяча не дотягивается. Зато дотягивается Кака. Есть такая песенка у болельщиков Милана. Сиам венути фенква, сиам венути фенква, перводер и сандиара Кака. Если дословно переводить, мы приехали сюда, чтобы увидеть, как забивает Кака. Поют они ее практически беспрестанно. Но, в общем, нельзя обвинить итальянцев в том, что они самые поющие болельщики в Европе. Англичане, пожалуй, форум дадут. Однако, вот эту песню десащитник сегодня. Может так заграть в полузащите, а может даже и вот возле чужих ворот. Пробил по воротам, Калыч мяч мимо себя пропустил. И Кафу буквально спас сейчас свои ворота. Навес. Еще один удар. Гол. Гол забивает Пронеслав Иванович. Ну, Иванович, мега-бомбардир, пожалуйста. Вот это было действительно здорово. Второй гол. Реал уже пострадал. И теперь Иванович... Я на секунду замер, потому что мне было вообще непонятно, как мяч полетел. Ножницами в газон, а затем от газона резко вверх. Весьма даже любопытно, кто же это находился рядом с Ивановичем. Кого он так легко отодвинул в сторону. По-моему, это Банера. Вот в чем дело. Внимание Банера очень грамотно отвек сейчас Трауре. И после прекрасной подачи Самедова, Иванович сыграл расторопно, хорошо и так пробил, что... И как раз если... То есть не так сложно было бы почувствовать себя в своей тарелке Филиппу Инзаги. Но, естественно, хорошие деньги. Однако Инзаги сказал, что он очень благодарен. И Нью-Йорк замечательный город. Но он еще хочет поиграть в Милане. Адембинги! Гол забивает Адембинги! Ошибку допускают сейчас. Причем совершенно неожиданную. Фавали и Дида. И Адембинги закатывает мяч в пустые ворота. 3-1 на исходе первого тайма. 2-0. 2-0 вел Локомотив в матче с Реалом. И 3-1 сейчас в поединке с Миланом. И тоже тогда, помните, Траора ведь после ошибки галкипера забил. А вот сейчас Адембинги забил. Давайте мы еще раз посмотрим, как вот все это было. Траора сбрасывает мяч. Фавали. Ну, в общем, ошибся, конечно, Фавали, а не Дида. Потому что Диду обыграл очень хорошо уже Адембинги. Вот посмотрите. Тут рукой, во-первых, Фавали сыграл. В принципе, если бы не упал Фавали, он бы двигался параллельно Адембинги. И был у него шанс еще попробовать сдержать нападающего. Но ничего подобного. 3-1. Ну, что я могу сказать. Перло. Зейдорф. Янкуловский. Прострел. Зейдорф. Да. Это было здорово. 3-2. 3-2 ведет Локомотив. На передачу Янкуловский откликнулся. Кларенс Зейдорф. Хорошо, что Локомотив забивает 3 мяча. Но все-таки плохо, что Локомотив так легко позволяет. Посмотрите. Забить. Ведь, по сути, оставили Зейдорфа. Три защитника, по идее, здесь были. Все они среагировали вот на движение Янкуловский. Оставили за спиной Кларенса Зейдорфа. Ну, а дальнейшее, дальнейшее уже дело техники, которая присутствует у футболистов Милана в огромных количествах. Зейдорф двуногий футболисты, в принципе, бьет с любой ноги. Еще одно подключение Янкуловского. Банера. Броки. Броки. Штрафной уже Броки. Передачу делает Броки. Сравнивает счет Милан. Милан сравнивает счет. Как же было легко все и здорово разыграно. Три-три. Вторые таймы оба раза не заладились у Локомотива. Надо сказать, что забивает Броки, но не то чтобы редко. Передача какая была. Класс. Янкуловский. Просверлили оборону Локомотива. Передача пяткой. И удар. И ничья. Во-первых, здесь от Гуренко ушел Броки. Ну, затем вот этот пас, конечно. Без шансов. Жаль. Концедалов. Но можно еще, кстати, атап провести, если сильно захотеть. Подходит Владимир Майминов. Именно он будет бить пенальти в воротах Дида. Посмотрим. Бьет Майминов. Здорово как под перекладину. В конце концов, не будем забывать, что Локомотив так же... Я говорю, что ПСФ переживает переход наперед. Локомотив у Локомотива тоже есть такой период. Ушел из команды Ласьков. Ушел из команды Измайлов. Два человека, которые являлись лидерами на протяжении довольно долгого времени Локомотива. Несмотря на, в целом, неплохую статистику, так и не сумел прижиться О'Коннор. Ну, в бытовом смысле. Их заменили другие футболисты, поэтому игра несколько карваны. Ода против Пилицоли. Как здорово бьет Ода. Обманывал он Пилицоли. Пилицоли играл в Роме. Играл в Валсу Ода. Но это такое классовое противостояние. Кстати, рисковал попасть в штангу мосьмой Ода. В общем счет стал 4-4, о чем нам и напоминают любезно. Еще один удар с точки. Это нынешний президент Локомотива Юри Семен. Корчагин. Бьет Корчагин. Угадывает Дида, но бьет очень точно, аккуратно в угол. Самый малый с Дида не дотянулся. К мячу идет Янкуловский. С левой ноги надумать. Удар с левой ноги под перекладину. Футболисты Реала между тем выходят на поле. Разминаться уже пора. Чем сейчас Матрица и займут. Собственно, Камовара только что мимо прошел. Ну не мимо меня, конечно. А вот мимо футболиста Милана. Если бы он прошел мимо меня, в комментарстской кабине было довольно странно. Хотя и занятно. Бельлидинов возле мяча. Бельлидинов против Дида. Удар. Дорожники пока безупречно все делают. Был один небольшой шанс у Гиды. Когда бил Корчагин. Но он не воспользовался. Вообще, вот когда им можно ошибиться, и футболисты бьют по-другому. Первое, например, вот сейчас он к мячу идет с ПСВ. Мяч подсек. Паненко, помните, так знаменитый чешский еще в футболе сборной Чехословакии вот так исполнял пенальти. Даже в финале чемпионата Европы так вот пробить отважился. Черпачком. Ну, неужели дважды подряд что-нибудь такое Пирло будет делать? Разбегается Андрея Пирло. Нет, не будет Андрея Пирло. Здесь все сделал по-другому. Пробил в угол. И поприветствовал своего соотечественника. По-моему, Концидалов идет выполнять следующий 11-метровый. Концидалов против Диды. Удар. Дида парирует этот удар. Дида парирует этот удар. Неста к мячу идет, от которого сейчас зависит очень многое. Счет становится 6-6. Но сейчас, если Неста пробьет точно, то получат преимущество игроки Милана. Неста футболист, как положено для центрального защитника, забивающий нечасто. Тем более, что он и при стандартах не так часто в атаку подключается. Но пенальти исполняет. Хотя и рикошетом от рук. Миланцы ведут с преимуществом в один мяч. Асатиани приближается к 11-метровой отметке. Если Асатиани сейчас не забьет, все, Милан одержал победу. Но шансы есть, конечно. Еще и не факт, что забьет. Пока сложно сказать, кто будет у Милана бить, если сейчас Асатиани сумеет пробить. Асатиани бьет без шансов для Дида. Броки отправляется бить. Но вот сейчас и шанс для Броки. Улыбается Асатиани. Дида как-то и не очень прыгнул. Он сразу стал на колени заваливаться, словно хоккейный голкипер. И так перед Соле против Броки. Бьет. Милан выигрывает третье место. Все-таки футболисты Милана в серии пенальти оказались сильнее. И на этом телеканал «Спорт» заканчивает трансляцию. Вместе с вами этот матч Кубка РЖД смотрел Владимир Стогниенко. Всего хорошего. Смотрите футбол на телеканале «Спорт». До свидания и удачи!